Всем доброе утро, девочки мои! Посмотрите, что у нас за погода. Мало того, что пасмурно, еще и дождик начался. Ну вот что делать, куда идти, а? Хоть ветра нету, хорошо. Ну вот, дождь. Ладно, сейчас решим, что делать. Я вот так вот немножечко ободочек одела. Как вам? Ничего? Нормальненько? Ну вот так, для разнообразия. В общем, девочки, такая погода, прям не хочется даже вот из дома выходить, не хочется из-под одела вылазить. Так хорошо, никуда не надо идти. Но у меня закончился хлеб, и нужно молоко еще, и кофе уже заканчивается. В общем, кое-какие продукты. Я тут список небольшой себе написала. И, в общем-то, думала сегодня сходить в магазин. Но что-то посмотрю, посмотрю на улицу, и мне как-то зякка становится. Думаю, ну, дай-ка я сейчас доставку себе закажу с пятерочки домой. У меня пятерочка, в общем-то, недалеко от дома. Но мне не хочется вообще одеваться, как бы вот вылазить. В общем, сделала я себе заказик и его жду. В течение часа должны мне уже принести мой заказ. Ну, вот посмотрим, насколько там качественные продукты мне принесут, хорошие или нет. Ну, вот я вам скажу, что, например, мандарины. Я обычно захожу и сама выбираю те мандаринки, так, чтобы мягенькие были. Заказываю себе сама. Вот. Ну, из овощей мне там ничего, по-моему, я ничего больше не заказывала. Есть такие продукты, которые хочется покрутить, повертеть и заказать. Заказать, выбрать себе самой, особенно овощи, фрукты. Ну, а те, которые вот уже запакованы в упаковках, да, ну, там, собственно говоря, и выбирать нечего. Поэтому в основном я заказала такие продукты, которые там уже выбирать нечего. Ну, в общем, посмотрим. Кое-что из йогурта там заказала, так, парочку себе. Ну, посмотрим. Я думаю, что там такой свежий товар мне доставят, непросроченный, ничего. Но, как говорил доставщик, который вот к дочке моей приносил товар, что там девочки смотрят, что просрочки не было, чтобы все было нормально. Ну, надеюсь, все будет нормально. В общем, ждем. А у них прямо вот там, знаете, когда оформляете заказ, там вот в течение 60 минут у них доставка. Ну, в общем, посмотрим, да, что мне принесут. Ждем. Девочки, по времени доставка должна уже появиться, ну, в течение 5 минут. Если они там пишут точное время, прям до минут, мне интересно, успеют ли они доставить, как они быстро находят адрес, просто интересно. Ну, мне уже пришла смс-ка, что у меня уже заказ в пути. Ну, тут, в принципе, рядом. Как они по адресу, быстро сориентируются или нет. Ну, вот с минуты на минуту я жду уже звонок в домофон. А может быть, в дверь, если кто-то будет заходить в подъезд, и доставщик зайдет вместе. Ну, ждем. Да? Да, поднимайтесь наверху, налево. Фух, прибыли вовремя, прям вообще, минута в минуту. Поднимается уже. Да, по времени не обманули, действительно, прям тютелька в тютельку. Я уже думала, сейчас будет опаздывать, пока адрес найдет, хотя, в общем-то, рядом, но его ж надо еще найти. Ну, прям по времени тютельку в тютельку. Интересно, в маске он будет или нет. К дочке приезжал доставщик в маске. Здравствуйте. Сюда, сюда. Ставьте. Спасибо. Дождь идет, да? Правильно, да. Вас так же взаимно. Быстро нашли адрес? Да, да. Подъезд быстро. А, ну все, тогда. Спасибо, всего доброго. До свидания. Ну что, будем распаковывать. А тяжеленький пакетик. Вот если бы я это тащила, да еще под дождем, мне было бы тяжеловато. Я правильно сделала, что доставку заказала надо. У них специальные пакеты, доставка пятерочка написано. Ну что, давайте посмотрим, что я заказала. Так, туалетная бумага. Хлеб от Рубной Аютинский. Яйца, красная цена, первый сорт. Посмотрим сейчас, целые яйца или нет. Они лежали сверху. Да, все целые. Вот этот йогурт, я хотела посмотреть, какой срок годности будет. Так, написано, до 22 и второй, до 22 января. Срок годности еще большой. Заказывала, девочки, мандарины. Обычно мандарины я выбираю сама. Но, так как я уже решила не выходить из дома, решила заказать. Ну так, мандаринки все целенькие. Никаких там подпорченных, ничего нет. Ну, будем пробовать, что за мандарины. В общем-то, обычно я их выбираю, каждый пощупаю, чтобы мягкий спелый был. Но это такой сорт, который твердоватый. Надеюсь, что сладкий. Я люблю сладкие мандарины. Я заказала любимые свои мюсли, которые с орешками. Другие я тоже перепробовала, но эти мне нравятся больше, поэтому я их заказала. Вот что обычно тяжело таскать, девочки, это молоко. Заказала я уже сразу два пакета, два литра. Это от полтора процента молоко красная цена. Я его обычно беру в магазине, оно мне нравится. А еще из того, что тоже тяжело носить, это вот беру я шесть соток хрустящие или домашние бывают огурчики. Вот просто иногда бывает хочется солененьких огурчиков. Вот эти вот огурчики взяла. Из того, что тоже обычно тяжело таскать, это вот крупы. Ну, я взяла вот эти вот макароны, это рожки. Они по акции со скидочкой. И пусть будут. Ну, крупы пока что у меня есть. Еще из скоропортящих продуктов это вот активия. Активия тоже по сроку годности. Идет у нас тут... А, вот здесь написано. До 21 января тоже нормально. Взяла это кофе. Оно идет по акции со скидочкой. И когда по акции кофе, я всегда беру заранее. Если оно у меня чуть-чуть уже заканчиваться начинает, лучше заранее взять, когда есть акции. Панировочные сухари. Ну, просто вдобоночку взяла. Взяла такое мороженое пломбир. Так. И все. Но что-то, мне кажется, тут чего-то нету. Я заказывала еще шоколад. Сейчас посмотрю по накладной. Да, девочки. Действительно, мне не положили шоколад. Я сейчас зашла на свой чек. Там, где я выбирала товар. И там написано, товар удален. А я заказала две шоколадки бабаевские с миндалем. Это мои любимые шоколадки, которые вот я беру обычно в магазине. И шоколад вкусный, и миндаль тоже вкусный. Там прям такие целые миндалинки хорошие. Вот. Но действительно удалили. И так как шоколада, видимо, нет в наличии, поэтому его удалили. Ну, и там написано, что возврат денег будет в зависимости от работы банка. То есть, мне возврат денег придет на карту. А еще, так как там по килограммам вес, вот мандарины, например, я заказала, килограмм. Но когда они взвесили, там килограмм 0,6 грамм. И за это там 4 рубля с копеечками еще как бы доплата. Это тоже доплата происходит автоматически с карты моей. Так как карту я туда привязала. Ну, в общем, я хочу вам сказать, очень удобно это предложение. И очень удобно то, что можно заказать продукты на дом, не выходя из дома. Так как на улице непогода. Там сейчас еще и дождь идет, и холодно, и сыро. Ну, и лишний раз, чтобы не ходить в магазин, можно также и хлеб, и молоко, и, в общем, любые продукты домой заказать. Ну, и помимо прочего всего, что мне нельзя таскать тяжелые. А вот такие вот продукты, как, например, там овощи, картошка. Картошка просто пока есть у меня, поэтому не заказываю. Но в другой раз, когда у меня картошка будет заканчиваться, я закажу ее обязательно вот в приложении. На доставку принесут мне картошку и молоко, и все вот эти вот тяжести тяжелые. И даже хлеб, иной раз даже вот просто. Ну, хлеб это уже, когда заканчивается, я тогда обычно выхожу в магазин. Всегда заказываю продукты немножечко впрок. И потом я смотрю, когда по акции, если продукты есть по акции, и нескоропортящие продукты, такие как крупы. Вот. Ну, в принципе, в основном из этих продукт, кроме молочки вот этой, в тетропаках молоко хранится долго, там полгода хранится. Ну, вот это вот хранится меньше, но и то оно хранится месяц. То есть, здесь уже с запасом срока, годности можно заказать. Но, в общем-то, все продукты свежие, все положили хорошее, качественное. В общем, я заказом довольна. Даже мороженое заказала себе, чтобы немножечко сейчас себя побаловать. И что еще? Заказ нету там вообще вот в этом приложении, в доставках. Очень много продуктов, там даже есть раздел скидки. В общем, все по скидкам, можно выбрать, что хотите. Единственное, что там нету вот этих тортов, которые, знаете, вот быстро, быстро приготовление торты, которые хранятся три дня. Да, вот эти пирожные торты, их там просто нету. Там, если торты, пирожные есть, те, которые хранятся долго в таких вот коробочках. Ну, вот это вот заказать нельзя, это не закажете. Ну, а остальное, в общем, все продукты, все-все-все, в любом разделе для дома. Там и туалетная бумага даже, пожалуйста, вам есть. В общем, все есть. Я заказом довольна. В общем, сегодня, ну, по крайней мере, сейчас пока никуда не пойду. Буду дома. Всем доброе утро, мои хорошие. Наступил следующий день. И я решила сегодня сходить в пятерочку. Хочу сходить в пятерочку новую, которая у нас открылась через дорогу. И она открылась буквально, вот, по-моему, 31 декабря. Я когда проезжала к дочке, я видела там шары были на входе. В общем, новый магазин открылся. И я его еще пока не посещала. Хочу посмотреть, что там. Мне интересно, что там на полочках есть вообще в наличии. И еще мне не дает покоя вот этот шоколад, который мне вчера в доставке не принесли. Потому что шоколад мой любимый, с миндалем, горький, хороший шоколад. И он был по акции, со скидочкой. Он там стоил что-то в районе 55 рублей. Я заказала две штуки, но мне его не принесли. Значит, его как бы нет в наличии. Но мне просто интересно, может быть, в магазине он уже появился. И я хочу его купить, если он появился. И также на доставке у меня, ну там просто в приложении не было тортов, пирожных. Поэтому я заказала мороженое. Кстати, мороженое очень вкусное, 48 копеек, шикарное. Прям как в детстве, напомнила мне детство. Но хочу посмотреть, есть ли там пирожное. Также еще в списке, вот где я заказывала хлеб, там я не нашла венскую булочку. А венские булочки я люблю. У нас очень вкусно их выпекают, хорошие. В общем, девочки, пойдемте прогуляемся. И посмотрим, что хорошего есть вообще в магазине, на прилавках. Девочки, погода какая шикарная. Просто отменная погода. Ветра нету. Вчера дождь прошел, плюс 5 градусов, тишина такая. Прям аж дышать хочется, свежий воздух. Классная погода. Магазин находится на той стороне дороги, вот прямо рядом с остановкой. Так, пошли через дорогу. Вот даже деревья тут спилили ради этого магазина. Но посмотрим. Я смотрю, люди туда уже входят, выходят. Ну, я вижу тут только одного сорта мандарины, который мне принесли. Другого сорта тут нет. Посмотрим. Ну, так вот. Маленькие тележки с пасками. Да, детский клуб. Прикольненько. Ну, вот тут получше, чем в нашей пятерочке. Здесь закрытый холодильник. Значит, лучше будут храниться вот эти вот колбаски, сыры и все такие вот дела, да. Выпечка. Да, это уже по-современному, по-новому оборудовали. Так. Ладно. Посмотрим дальше. Ну, вот еще отдел конфет и хлеба. Дальше кофе. Сейчас посмотрим. Вот. А здесь вот, где булочки. Вот есть венская булочка, которую мне не принесли. Ну, я ее возьму. А вот мой любимый кофе. И вот как раз-таки большая банка. Вот видите, 589, а со скидкой 299. Хотя тут это желтый ценник должен быть. Но вот у меня вчера на доставке не показывала вот это по акции, поэтому взяла другую кофе. Ну, сейчас возьму это. Пусть будет лучше запас. Ну, вот тут вот тортики, пирожные есть в холодильнике. Ну, вот на доставку есть только такие вот, которые закрыты здесь. А вот таких нет. А я хочу вот такое взять. И пирожных таких нет. Так. Тут частично отключили свет. Но ничего. Вот тут шоколад стоит, который горький, без орехов. Вот рядом должен стоять по такой же цене с орехами. Но его нет. Ну, вот такое вот добро на доставку есть. Только вот там, конечно, наверное, не все есть. Но, в общем, можно что-то выбрать. Вот такие пирожные в упаковках. Такие сладости с другой стороны. Вот моя любимая каша, которую я обычно беру. Без сливок вот эта. Ее тоже в приложении не было. Возьми. Так. Детское питание есть разное. Ну, в приложении там есть, наверное, не все в ассортименте. Ну, по крайней мере, что-то все равно да есть. Есть раздел детского питания. Ну, и вот здесь тоже в холодильнике все спрятано за закрытыми вот этими дверцами. Это очень хорошо. Там будет хорошо сохраняться холод. Большой ассортимент здесь есть. Ну, в приложении, конечно, меньше. Ну, крупы я уже решила, что, конечно, лучше брать на доставку. Чтобы не таскать лишней тяжести. Молочная продукция полною. Всякая разная. Выбирай, что хочешь. Я в последнее время вместо сметаны беру вот этот вот натуральный био-йогурт. Большую бутылку. И мне ее надолго хватает. И вместо кефира попить, и салатик заправить. Кстати говоря, соки вот эти, кока-кола, газировочка разная, хранятся в холодильнике. Они будут в прохладном виде. Это хорошо. Ну, а дальше здесь рыбная продукция, морепродукты, зелень, соленья, всякие. И вот здесь охлажденная курочка. Мясо, продукты тоже охлажденные. И кое-какой майонез тоже есть охлажденный. А пельмешки тут хранятся в вертикальном холодильнике. Но это удобно для выбора. Они не лежат, вот как в другом магазине, один на другом. А просто вот так вот на витрине их видно. Можно выбрать очень хорошо. В общем, котлетки тут всякая заморозка. И морепродукты. Неплохо. Вообще магазин неплохой такой. Плохо, что свет сейчас отключили, и недостаточно хорошо его видно. Здесь консервы. Здесь химия всякая. С одной стороны, с другой. Там прямо соки. Воды, газировка. Довольно-таки большой магазин, просторный. Ну вот, все-таки, девочки, пакетик я взяла, набрала. Но, в любом случае, то бы я несла два пакета, если бы я вчера не заказала на дом доставочку. А сейчас я взяла такое, что вот, чего не было на доставке. Ну, и не только то, чего не было. Красные яблоки были. Но вот я их увидела, они мне понравились, и я их взяла. Вот такие вот люблю шоколадки детские. Взяла с мясом молодых бычков. Иногда бывает, хочется блинчики с мясом, но, чтобы не возиться, вот разогрел, и все, готово. Вот этой каши в приложении не было. Если бы было, я бы заказала. Ну, вот взяла. Взяла вот такую активию. Там она лежала разных дат. Одна дата была вообще сегодня, последнее число. Но я выбрала подальше, свеженькую, чтобы она мне подольше постояла в этой активе. А вот такие вот пироженки, которые я люблю, у нас сейчас очень-очень редко ем. Их вот в приложении нету. Ни тортов, ни пирожен. Поэтому я одно взяла, побалую себя чуть-чуть. И все. Ну, также смотрю дату, чтобы она была нормальная дата. Вот, взяла бедрышки тоже, чтобы они у меня просто были. Тоже смотрю по дате. Ну, вот такое вот. Вот такое, конечно, нужно выбирать самим. Смотреть, чтобы выглядело хорошо, чтобы оно там презентабельный вид был, свеженькое. Любимой венской булочки не было в приложении. Вот я ее взяла. Взяла семгу. Она сейчас идет по акции. Ну, я так посмотрела. В общем-то, по сроку она еще нормальная. По сроку она нормальная. Срок хранения еще есть. Но она обычно долго не хранится. Там 2-3 дня ее нет уже. Ну, решила взять с запасом сливочное масло. Вот такое обычно беру. Оно мне устраивает. И взяла весовых помидорок. Вот мне надо чуть-чуть, потому что я их ем по чуть-чуть. А вот обычно на доставку там уже фасованные дают. Но фасованные мне не очень нравятся. Я люблю сама выбрать. И все, девочки. Ну, вот и все, мои хорошие. Вот такой вот обзорчик я вам сделала. Единственное, что я выложила из корзины, это большая банка кофе. Потому что ценник там висел. Вы видели. 299 рублей. Но я когда выбираю что-то такое впрок, не прям то, что мне срочно-срочно нужно, и вижу, что это есть по акции с хорошей скидочкой, то тогда я, если мне принципиально брать или не брать, то есть если скидкой беру, если не скидкой не беру, я обязательно подношу к сканеру товар. И тогда я вижу, убеждаюсь в том, что действительно на сегодняшний день есть акция. Но когда я кофе поднесла к сканеру, там оказалась цена 582 рубля. И я не стала брать это кофе. Такое бывает вообще не только в пятерочке, в магните, в разных магазинах. Такое бывает, что продавцы не успевают менять ценники. Ценники меняются там каждый день на какие-то товары. А продавцы, они и товар раскладывают, и на кассе сидят. Им надо просрочку еще каждый день смотреть, чтобы там просроченный товар не находился на полках. Поэтому я сама работала в магните, я знаю, что это такое. Бывает, что и не успевают поменять ценники. Поэтому в пятерочке есть возможность это все по сканеру пробить и посмотреть самим. Ну и что? Я в конце концов хочу подвести резюме. Брать доставку или не брать доставку, или самим ходить в магазин. Я сделала для себя такой вывод. Доставку я буду заказывать иногда, когда мне не хочется таскать тяжести. Потому что вы видели уже, что очень много тяжелых продуктов, которые можно вполне даже заказать себе на доставку. Ну а если какой-то продукт на доставку в приложении нету, какой-то вы прям принципиально, как мой шоколад, его в наличии в магазине не было. А вот я другой на замену не хочу. Кстати, в приложении предлагают замену. Но вы там выбираете заменять, не заменять. Я выбрала не заменять, потому что я такой человек вредный. Если я что-то хочу именно это, то мне нужно именно это. Но если мне не принципиально, я, конечно, могу и заменить. Но я обычно привыкаю к одним и тем же продуктам, которые методом проб и ошибок, тыков, методом тыков. Я выбираю какие-то конкретные продукты, какой-то может быть конкретной фирмы, или с какими-то определенными наполнителями. И вот мне замена, например, не нужна. Я не хочу, чтобы делали мне замену. Если мне уже не принципиально замену, я могу, конечно, и выбрать сама. Но такой товар лучше можно сходить и уже выбрать самим, покрутить, повертеть. А что касается фруктов и овощей, там в приложении предлагается, во-первых, килограмм, все по килограмму. То есть там нет такого выбрать, там 300 грамм, например, там лука, ну или что-то такое, да. Поэтому уж берите килограмм. А в магазине, если вам нужно чего-то взять чуть-чуть, то можно уже там самим выбрать, один в один, там, например, бурачок, свекла. Я вот выбираю определенного размера, если я собираюсь варить, чтобы они были одинаковые, по крайней мере. Если бы я заказала, например, килограмм целый, мне один такой будет, другой такой, но мне это не нужно. Поэтому, вот, например, свеклу я буду выбирать сама. Ну, есть какие-то продукты. Вот картофель там фасованный, 2 килограмма или 5 килограмм выбирают. Но, в принципе, можно взять картофель и фасованный. Ну, в общем, так, я решила, что доставку я иногда буду делать, но кое-какой товар буду сама ходить выбирать. Но, по крайней мере, мне уже будет легче нести уже не два пакета, а один пакет. Я не буду надрываться со своей больной спиной. А если мне уже действительно не захочется выходить из дома или там у разных людей разной ситуации бывает, кто-то приболел, плохо сочувствует или что, то почему бы не воспользоваться доставкой? Ну, какой-то товар будет аналогичным, может быть, заменен. Доставка стоит 99 рублей, в течение часа товар вам прибудет домой. Это шикарно, это отлично, и мне это нравится. Ну, все, мои хорошие, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok